Да, сегодня Магнус сыграл белыми фигурами, и он уже три первых хода перепробовал в этом матче, и сегодня можно было бы ждать какого-нибудь четвертого нового первого хода, но нет. Чемпион мира вернулся к закрытым дебютам, сыграл d4 и конь f6, конь f3, d5, и у нас получилось до определенного момента повторения второй партии матча, то есть снова ферзевый гамбит, снова вариант сон за 0f4, снова черные отвечают c5, а не конь d7, c2, c6, а три ферзе 5, и вот здесь Чемпион мира первый уклонился от протаренных путей, скажем так. Тогда он играл ладья d1, в ответ на что Коронос играл ладья d8, и партия та завершилась ничью, причем при некотором давлении претендента. У меня есть подозрение, что ладья d1, когда собрался отвечать не ладья d8, какой-то другой ход делать, но, скорее всего, мы об этом уже никогда не узнаем, потому что Магнус сыграл на ферзе 5, конь d2. Достаточно редкая идея, и, видимо, таким образом Чемпион мира надеялся озадачить своего соперника, но пришлось думать ему сам, потому что здесь Коронос играл ни слон b4, ни слон d7, а ферзе d8. Очень редкое продолжение. Обратим внимание, что белые смогли сразу повторить ходы, но Магнус все-таки предпочел соблюдать некоторые приличия, сыграл конь b3. Но ход код b3 вызывает некоторые сомнения, это не лучшая клетка для коня, и серьезного перевеса не удалось достичь Магнус. Но вот здесь нужно указать, конечно, момент. То есть мой напарник во время стрима предлагал ход 3-0. Выглядит довольно вызывающе, то есть белый архирует на оставленный ферзевый фланг, потенциальная линия c может скрыться. С другой стороны у белых есть двойная идея. Во-первых, сыграть с лун g5, надавить на центр. Во-вторых, при случае сыграть g4, g5 и начать атаку на хоралевском фланге. Какого-то сверхлегкого уравнения за черных здесь найти не удается, и может быть Магнус еще рассмотрит эту позицию при подготовке к следующим партиям. Но в этой партии он сыграл слон e2. После ферзей 7 пошел слон g5. Каруана разгрузил ситуацию в центре. Да, слон c4 тоже можно было сыграть, но проблем у черных не возникло бы после h6, слон c4, конь e5. То есть стандартный клан. Конь переходит на g6, белые черные избавляются от связки и получают полноправную игру. Поэтому Магнус попытался сыграть вместо слон c4 и конь d2. Но все равно конь пошел на e5. Последовало 2-0, слон d7. У слона f4 получилась довольно стандартная для различных разновидностей отказанного ферзевого гамбита позиция, в которой белые не могут претендовать на перевес, потому что структура симметрична, и расположение фигур черных тоже не вызывает никаких нареканий. Начали происходить тотальные размены по вертикали d. И у белых и у черных здесь большое количество равноценных продолжений. Но ход e5 тоже можно отметить вкратце. Если бы черным кровь износу необходима была победа, то можно было бы рассмотреть ход e5 с идеей и конь f4. Очень нестандартное решение, но таким образом черные сохраняют побольше фигула на доске. Ну, Фабиан взял 0g3, последовало ферзь d7, и по большому счету больше в партии ничего серьезного не произошло. Да, вот белые слегка видоизменили материальное соотношение, получили ферзя с конем против ферзя со слоном. Формально ферзь с конем это более сильная связка двух фигур, но здесь ничего конкретного добиться не удавалось, из-за того, что у белых потенциально несколько слаб короли, поэтому они не могут серьезно активизироваться. После e5 ферзь и 5 соперники перешли в энджпель, в котором по первым прикидкам может показаться, что фигуры белых более активны, но вот Фабиана просто привел короля в центр. И здесь белые формально могли продолжать борьбу, они могли сыграть c4 или g4, но анализ показывает, что никаких серьезных шансов на победу там все равно нет. Вместо этого Магнус сыграл король e3 и соперники после слона f1, король f2, слона f6, король e3, слон f1, три раза повторили ходы, прошли контроль и согласились на ничью. Таким образом, после 7 партий счет матча 3,5 на 3,5, до конца основной стадии матча, классической стадии матча, скрется 5 партий. Из них Фабиана 3 сыграет белыми фигурами, 2 черными и следующая партия состоится уже завтра, в ней каруана, скорее всего, снова сыграет e2, e4. Ну и, как обычно, мы все это прокомментируем в прямом эфире.